Музыка Спасибо. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить за то участие, за это мероприятие, которое проводится. Это не пустые слова. Это действительно, я чувствую, что я должна высказать благодарность, так как мы вместе участвуем в таком мероприятии. И хотел бы поблагодарить, прежде всего, Элину Батурину, которая дала нам такую возможность встретиться здесь, благодаря Лизе Боярде и благодаря Мурачи за это приглашение, за то, что он собрал вот такую группу докладчиков, кроме того, как мои друзья, но люди, которые работают над одной и той же проблемой, хотя тематика здесь совершенно разнообразная. Я думаю, что можно найти связь между этими проблемами. Я занимаюсь преподаванием. Преподавание преподаю в Политехническом институте в Милане. И хотела бы поприветствовать здесь публику и многих из моих студентов. Мы часто задаем себе вопрос, как мы можем готовить профессионала в будущем. Мы говорим о кризисе, о тех изменениях, скажем, не тенденциях, а парадигмах. Мы говорили о социальном вопросе, о вопросе устойчивости. Это та тема, которую мы обязательно должны иметь в виду. И именно это отражается на процессах обучения. Каким образом мы должны готовить на будущих специалистов? Мы задали себе этот вопрос. Я думала, для будущего проектировщика меняется смысл. Он должен заниматься проблемами и найти новые подходы. Мы говорили о визуальности более широкого профиля. И сочетать различные предметы. Это не случайно. Мы сегодня говорим о моде, о дизайнере обслуживания, о дизайнере интерьера, о продуктах. Очень часто каждый профессионал очень ревниво относится к области своего действия. Как часто пишут критики, надо сказать, что здесь каждый занимается своим делом. Но, тем не менее, надо смотреть именно на 360 градусов. В противном случае трудно найти решение. Профиль наших студентов. Мы стараемся дать им все возможное, чтобы у них был более широкий кругозор, более системное знание для того, чтобы сочетать продукты, пространство, услуги. И внимательно прислушиваться к людям. Люди должны быть в середине их проблемы. Люди, имею в виду, как человеческая общность. Мы говорим о людях, которые являются также силой и ресурсами для того, чтобы найти решение для будущего. Дизайнера, если раньше оставалась роль проектировщика, становится активным деятелем. Он должен непосредственно участвовать в процессах, продвигать эти процессы, эти изменения. Мы говорили о дизайнере, который получил собственное образование. Мы не говорим, дайте нам решение, надо засучить рукава и искать их. И в конце поиск новой эстетики. Надо не забывать это, потому что дизайнер – это красота. И часто, говоря про устойчивость, мы забываем несколько о красоте. Находить, может быть, такие решения, которые идут как бы во вред красоте. Но дизайн может быть устойчивым и может быть также красивым. Так что эстетический поиск должен оставаться целью дизайна. Тема сегодняшнего дня, с моей точки зрения, говоря о устойчивости, очень интересная тема. Особенно англичане, которые представили свой доклад, потому что подчеркиваю тему устойчивого развития, разумного использования. Я как раз рассмотрела эти термины. И, с одной стороны, именно думать перед тем, как начать работу, перед тем, как начать проектировку. Но «сенсивэл» также означает этот термин – это связь с чувствами. То есть дотронуться рукой. Дойти именно до предметов, дотронуться рукой до сущности предметов. Мы говорим о сущности производственных процессов. Дотронуться непосредственно до сырья и продукции является очень важным. Сами материалы. И здесь мы переходим к первому слайду моей презентации по ряду опытов, которые мы провели со студентами. Естественно, было несколько трудно заинтересовать всех студентов. Надо сказать, здесь мы постарались ввести студентов в проект, который как бы не вписывается в определенные рамки, рамки дизайнера. Например, несколько лет тому назад, в 2009 году, во время недели дизайна, когда еще это было не так модно иметь собственный огород, мы организовали с нашими студентами один семинар в Арейне, здесь, в Милане. И они, проектировав под руководством Паула Траппани, именно разработали такие огороды. И видите, здесь эстетический фактор присутствует. И именно проектировки маленького огорода, как указ показано на этом слайде. Другой семинар под руководством Альдо Чимич использовал тему устойчивости, говоря о гостеприимстве. Идея была предложить для Милана, для такого города, как Милан, такое решение гостеприимства, которое может быть связано с зелеными площадками. Это немного странно говоря о Милане. Милан не зеленый город. Вы многие из вас знаете, в течение этой недели, когда мы говорим о гостеприимстве. Ну, подумайте, что могут быть решения в этом направлении, связанные именно с зелеными площадками, может быть, не в центре Милана, но на периферии. Это грин-кемпинг. Именно вот идея того решения, которые не обязательно должны считаться решениями переходного характера. Может быть, люди не нашли места в гостинице, но, может быть, различные решения, могут быть даже интересные для того, чтобы жить время пребывания в Милане совершенно необычным образом. И мы это используем, этот образ, и в 2015 году будет производиться Экспо Милана. И мы надеемся, что такие решения будут приняты, во всяком случае, для приема молодых гостей, молодежи. Недавно мы разработали наш кампус в открытое пространство. Наш университетский кампус – это открытое пространство, все доступны для всех. Но в действительности это всегда вызывает некоторую опасность. Мы находимся в районе Бувиза. Не все жители этого района посетили наш кампус. Как-то мы пригласили их, это было в субботу утром. Тема была «Есть место для всех». И мы вовлекли их в ряд мероприятий. И был пилотный проект «Сад для всех», был семинар для детей. Здесь была интерактивная проблема. Идея была создать кампус, чтобы было место для общения между студентами, студентами, преподавательским составом и студентами, и гражданами. Очень часто университеты связаны с такими контекстами, которые надо пересмотреть. И эти положительные процессы пересмотрения Бувиза, этот район, очень изменился к лучшему за эти годы университета. Мы думаем, что и до сих пор. Я говорила, например, с барменом, который напротив управляет кафе. Он часто сказал, что никогда не был в этом, в кампусе. Почему же люди, которые живут рядом с университетом, как бы их не приглашают посетить кампус университета? Это мероприятие действительно было очень оценено жителям. И студенты решили, что этот огород не может быть временным явлением, должен быть постоянным. Они рассмотрели другие примеры международного масштаба. Для того, чтобы использовать их в Милане, например, как Гарвард, Стейнфорд и другие университеты по всему миру. И они убедили меня, вовлекли меня в это приключение. Это временный сад на улице Монтелло, это пример Мельбурна. Преподаватель из Мельбурна находился с нами в течение нескольких недель и работает вместе с студентами. И они решили разработать проект. И в данный момент мы завершили аналитический этап и приступили к деятельности, дизайнерской деятельности, вовлекая других преподавателей, студентов. Это система дизайнеров, тех, кто засучивает рукава и строит непосредственно проект не только теоретического характера. Мы хотим создать семинар, организовать семинар, дизайнерский семинар вместе с жителями нашего района. И потом создать именно вот такой огород. Это параллельные деятельности. Мы говорили уже с нашим ректором. И с людьми, которые занимаются логистикой нашего университета. И они пока, кажется, заинтересованы и поддерживают нашу инициативу. Так что, когда мы говорим о инициативе, хорошо, они проектируют огород. Это интересное хобби. Но это становится различным. Если он становится именно предметом дизайна. Когда мы думаем о системе размещения, какие люди будут заниматься, какие ресурсы необходимы для этого. Кто может заниматься этим. Вы видите, это проект, который должен быть выполнен в течение пяти лет. Несмотря на то, что ограничен по пространству. Но, что касается времени, довольно-таки широкий процесс. Здесь занимаются студенты, которые хотят создать этот проект, который будет длительным во времени. У меня как раз мой офис смотрит на это пространство. И мне будет очень приятно видеть, следить за развитием, за прогрессами этого процесса. Вы видите идею это сочетать общественные огороды с индивидуальными огородами. И были проведены исследования по других огородам. Например, это часть семинара, часть преподавательской деятельности. И потом здесь идет речь, которая оказывается инструментов. И как вы видите, вы знаете почву в Милане. Не знаем качество этой почвы. Необходимо ли удобрять эту почву или нет. Так что мы решили использовать именно такие вазы, которые могут быть переносны. И можем использовать именно таким способом, чтобы делать временные огороды. И здесь видите некоторые виды этих проектов. Это маленькие проекты. Ну, как же потом можно сделать более широкую панораму. Сделать так, чтобы эти семена превратились в проект более крупных масштабов. Уже несколько лет тому назад мы подумали о развитии проекта, который постарался бы расширить вот эти маленькие семена. Это был европейский проект, чем координированно я занималась. Постаралась именно согласить положительную визуальность будущего, не катастрофическую. Постараться найти устойчивое решение в маленьких масштабах, в маленьких контектов. Использовать студентов из школы дизайна, различных городов Европы, как вид таких специальных непрофессионалов, а именно любителей куландеров, для того, чтобы они использовали эти устойчивые решения. И потом все вместе могли бы стать такими решениями, которые можно использовать в более широком масштабе. И вводить в виртуальную цепь студенты, как катализаторы положительного видения будущего, так как они являются профессионалами информации, они могут быть первыми, первопроходцами, и потом могут превратить на практику то, что они видели. То есть система использовать сети, платформы, совместные платформы для того, чтобы эти положительные сигналы могли быть расширены. И для того, чтобы дойти по сей день на эту сеть, в которой был использован техник специалистом Милана, который давно занимается этим, и в этом части в сети используют большое количество университетов по всему миру. Дезис, Design, Social Innovation for Inscibility. Проект развивается. Это не является клубом, абсолютно доступен для всех. Кто хочет войти, пожалуйста, двери открыты для всех. Мы думаем, что этот проект Be Open как раз идет в этом направлении, для того, чтобы создать такую площадку, чтобы создать, объединить систему талантов, идеев, потому что нужны силы для этого. Все идеи, которые могут быть созданы в различных частях мира, как Филипп Старс, который является иконой дизайна, он говорил о общественном разуме, и я думаю, что это является очень важным сигналом. И последнее цитата нашего маэстро Андрея Бранзи, который говорит, наверное, мы оставляем эпоху такого фирменного дизайнера, который тут указан на страницах прессы, мы идем более к анонимному дизайну, дизайну, который становится более чувствительным, который более разумный, с меньшим количеством тестостерона. Именно как раз открывается наша конференция представителями слабого пола. Спасибо вам.